Для методической поддержки в каждой школе работает учитель-наставник. Да, это очень ценно, это важно. Он контролирует, помогает, сопровождает в любой момент, в любой деятельности педагога. В шушенских школах молодых преподавателей учат учить. Свой педагогический опыт им передают старшие коллеги, восемь опытных учителей, носящих неофициальное звание менторов. В Лизосибирске свое двухлетие отметила общественная организация российско-украинской дружбы «Кобзарь». Ее цель – гармонизировать отношения между двумя братскими народами. Историю эту нужно знать нам, помнить, чтобы последующие поколения знали, чем занимались их деды, прадеды и какой след они оставили на земле. В Шарыповских школах проходят уроки КОТЭК. Такие встречи будут проводиться в течение всего юбилейного года. Молодых людей будут знакомить не только с первостроителями города, но и приглашать на экскурсию в музей предприятия. Надо правильно простраивать вот эти вот определения, вот эти вот понятия, и тогда уже появляется какой-то смысл, да, какой-то вот разум, разумность вот этой вот действия. Опытный учитель истории из Шушенской первой школы Сергей Фесунов объясняет своим молодым коллегам, как мотивировать детей на получение новых знаний. Профессиональных приемов множество и всеми готов поделиться на специальном занятии педагог, которого смело можно назвать ментором для начинающих учителей. В Шушенском районе сейчас работают в образовательных организациях 32 молодых педагога. Это огромная радость и ответственность. Для методической поддержки в каждой школе работает учитель-наставник. Да, это очень ценно, это важно. Он контролирует, помогает, сопровождает в любой момент, в любой деятельности педагога. Понятие «менторство» пришло из Древней Греции. Ментор был учителем, помощником и воспитателем сына Одиссея Телемаха. Он, по сути, заменил юношей вечно путешествующего отца. Для молодых педагогов школ нашего района такими вдохновителями стали опытные коллеги. Живое общение с молодыми надеждами нашего района, то есть учителями, которые пришли в нашу стезу, в нашу профессию, чтобы как-то себя продвинуть. Ну и одним из таких моментов является, скажем, поделиться, может быть, опытом своей философии. В первой школе работают два учителя-ментора – Сергей Фисунов и Людмила Шманёва. Людмила Петровна ведёт занятия с учителями литературы. Несмотря на многолетний стаж работы, это люди, которые знают, как лучше подойти к ребёнку, с какой стороны, какой материал ему преподать. И новые государственные стандарты – это лишь небольшие изменения формы работы. А люди, которые много лет в этом вертятся, которые много лет этим занимаются, они быстрее, лучше ориентируются. И они высококвалифицированные педагоги, которые тоже идут в ногу со временем. Всего в районе восемь опытных педагогов, носящих неофициальное звание менторов, готовых прийти на помощь своим молодым коллегам. Свой второй день рождения отметила общественная организация российско-украинской дружбы «Кабзарь». Организация с пометкой «Культурно-просветительская» появилась в Лисосибирске в самый разгар конфликта на Украине. Тарас Ланюк, основатель «Кабзаря», поставил перед собой цель – попытаться гармонизировать отношения между двумя братскими народами. Моё мнение в том, что есть три единые нации, пуповиной своей связаны – это Украина, Белоруссия и Россия. И у нас есть некие отличия, да, в фольклоре, допустим, и так далее, но у нас главная общая история – это культура, это кровь наша в конце концов, это наша вера. Поэтому в этом я абсолютно верен. За два года существования общественная организация «Кабзарь» успела провести более 70 мероприятий, участниками которых стали не менее полутора тысяч лисосибирцев. Не только презентации, творческие встречи и собрания, но и крупные события городского масштаба состоялись благодаря «Кабзарю». Такие, как «Славянский базар», «Праздник Ивана Купала», «Золотая марка», «Концерт из Устрич» и огромное число выставок – это только малая часть проделанной работы. Лисосибирцы до сих пор помнят благотворительную акцию «Помоги брат брату», когда горожане все вместе помогали беженцам с Украины. Благодаря «Кабзарю» становится ярче и культурная жизнь города. Украинскими песнями пополняется репертуар местных исполнителей. За время существования «Кабзаря» обзавелся большим количеством друзей. Это и журналисты, поэты, и писатели, композиторы, и исполнители, почетные граждане города, да и просто обычные люди, которые с удовольствием участвуют в жизни общественной организации. «Почему я сюда пришла? Потому что я сама родом с Украины и 18 лет сюда приехала. И поэтому, собственно, я и пришла. Мне это близко. Я хочу с этим работать, как говорится. И мне нравится. Я не пропускаю ни одного мероприятия». В России принято изменение в законном мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших во время войны. Теперь на помощь могут рассчитывать и те, чьи родители не вернулись с фронта в Советско-финскую войну. Данная ежемесячная выплата будет производиться в полном объеме, независимо от других социальных льгот. Меры соцподдержки назначат при наличии соответствующего удостоверения. Его нужно получить в Управление социальной защиты, предоставив необходимые документы. «Лица, имеющие место жительства на территории Красноярского края, не достигшие возраста 18 лет, по состоянию на 3 сентября 1945 года. Один из родителей, которых являлся военнослужащим в период с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года, приравнивается к детям погибших родителей и получает единовременную денежную выплату в размере 400 рублей». Восхитники детского дома «Канска» посетили патриотический клуб. Курсанты организации допризывной молодежи показали ребятам их жизнь изнутри. Подростки подключились и к реальным тренировкам, продемонстрировав свою силу, выносливость и смекалку. Обязательным этапом в экскурсии стала лекция о вреде курения, алкоголизма и наркомании. Ребят предупредили и об ответственности за совершение общественно опасных деяний, о понятии активной гражданской позиции. Многие из пришедших захотели посещать клуб для подготовки к службе в армии. Во время мероприятия подростки познакомились с распорядком и деятельностью курсантов военно-учебной секции, вместе с которыми активно подключились к тренировкам, изучению технических характеристик оружия и предназначению средств защиты. В Бородино прошла спартакиада среди слушателей Народного университета. Участвовали в ней пять команд. По числу факультетов состязались спортсмены старшего поколения в эстафете, скандинавской ходьбе, дартсе и шашках. Самыми массовыми по числу участников оказались соревнования по скандинавской ходьбе. Победителей в этом состязании не было. Стояла задача пройти дистанцию три километра и получить зачет. Вы сегодня приняли успешно соревнования в скандинавской ходьбе, поэтому поздравляю вас. В Дарсе участвовало пять человек, по одному представителю от каждой команды. Анатолий Еремин дротики в руки взял в первый раз. Своим результатом доволен. Ну, для первого раза, я думаю, все равно пойдет. Правда, было лучше сейчас дело, но тут одна в одну попала и сбросила очки. Ну, тренироваться надо просто, конечно. И зрение надо иметь, и руку хорошую. Если в Дарсе победители определились буквально за 20 минут, то состязание за черно-белыми досками длилось около часа. В шашечном турнире участники сыграли по четыре партии. Спартакиада среди слушателей Народного университета состоялась впервые. Организовал ее Центр социального обслуживания. Поначалу пенсионеры отнеслись к этой идее с опаской. У нас не получится, да мы не сможем. Но когда уже начались подготовительные мероприятия, то есть уже началось все по-другому. И сейчас, когда подходят и высказывают свое мнение, то нравится им. Хотят, чтобы это было ежегодно. В следующий раз по пожеланиям участников соревнования пополнятся спортивными видами. В Шарыповских школах проходят уроки КОТЭК. На сцене первостроители. Текущий год юбилейный. Шарыпово отмечает 35-летие. Этот город появился на карте края благодаря последней всесоюзной стройке. Не на пустом месте возник город Шарыпово. Его начинали строить, возводить первостроители. Это бригада Страхова Виктора Григорьевича. Рабочие СУ Березовской ГРЭС, строительное управление Березовской ГРЭС. Потом Тресток, АТЭК, Энергострой. И историю эту нужно знать нам, помнить. Чтобы последующие поколения знали, чем занимались их деды, прадеды. И какой след они оставили на земле. Когда сегодня ребята могли увидеть тех первостроителей, могли увидеть тех знаменитых бригадиров, о ком мы всегда говорим, наших почетных жителей города, благодаря которым воздвигался, строился город, строился наш Березовский, был разрез Березовский. Мне кажется, у многих ребят будет желание получить образование или специальность рабочую и вернуться в наш замечательный город. Перед школьниками не только выступали первостроители КТЭК и города Шарыпово. Ученикам позволили быть не просто зрителями, а окунуться в ту эпоху путем театральных постановок. За все время строительства энергетического комплекса на Шарыповскую землю приехали свыше 20 тысяч комсомольцев. Они вместе работали, отмечали праздники, создавали семьи. Для школьников такой формат работы оказался познавательным. Мои бабушка и дедушка приехали по путевке строить КТЭК. И я не до конца знал его историю. Теперь, после этого мероприятия, я знаю очень много. Мне кажется, это очень значимо, что в нашем городе провелось такое, что есть дни, когда мы почитаем строительство КТЭКа. Такие встречи в образовательных учреждениях будут проходить в течение всего юбилейного года. Школьников и студентов будут знакомить не только с первостроителями, но и приглашать на экскурсию в музей КТЭК, который открыли в начале февраля. Юбилей же города отметят летом.